Сельское хозяйство Сельское хозяйство – отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах мира. Как развивается, как выживает и каких результатов добились сельхозпроизводители, поговорим сегодня в программе «Общественный интерес» с нашими гостями. Сергей Брешим – начальник агропромышленного комплекса АТО «ГАУЗИ». Валерий Монастерлы – депутат Народного собрания «ГАУЗИ», председатель комиссии по вопросам сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, природным ресурсам и экологии. Сергей Васильевич Карат – декан агротехнического факультета Камрадского государственного университета. Мария Дели – начальник отдела по субсидированию агропромышленного комплекса. Итак, уровень развития сельскохозяйственной отрасли напрямую определяет благосостояние населения. В связи с этим, своевременное определение рисков и проблем, поиск путей решения и выявление точек роста является приоритетными задачами в агропромышленном комплексе. Сергей Николаевич, какова динамика развития агропромышленного комплекса у нас в ГАГАУЗИ? Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, уважаемые зрители. Динамика в последнее время положительная в плане развития, потому что мы видим, что сегодня и Республика Молдова, и Исполнительный комитет, и Народное собрание, они стараются поддерживать агропроизводителей принятием законов по субсидированию. Буквально недавно был принят закон о лесополосах, где будет выделяться определенная сумма денежных средств на посадку деревьев, чтобы лидеры могли восстанавливать лесополосы. Вместе с Валерием Ильичем принимали этот новый закон, он был тоже инициатором. Можно сказать так, что получится, что если посадить новую лесополосу, она будет субсидирована и республиканским бюджетом, и на нашем местном. Что это, в принципе, кратно увеличит посадку лесополоса. Мы понимаем, что сегодня без лесополос, то есть это, во-первых, ветрозащита, это ветровая эрозия. Лесополоса создает определенный микроклимат в поле. То есть растения чувствуют себя более комфортнее. У нас, если вы заметите, в последнее время у нас появились пыльные бури. Появились почему? То есть это где-то буджак, если брать со стороны Дизинжа, идет вот эта пыль, и где-то Баурчи в Чедромском районе едет по этим горам. То есть все в пыли, потому что нет лесополос. Но не зря нас и называют буджакские степи. Лесополоса должна быть по стандартам где-то от 12 до 16 метров. Хочу сказать, что я был в Российской Федерации, в Курской области, значит там лесополоса вообще 36 метров. То есть это, представляете, какой посередине. Ну там и климатические условия совсем другие. Ну у нас по стандартам было 12 метров. К сожалению, их практически нет. Нашим агропроизводителям всегда мало земли. То есть они стараются все подпахивать, запахивать. Но они уже сегодня тоже начали понимать, что это необходимо делать. Второй закон, то есть мы приняли сегодня совместно с нашими специалистами, совместно с депутатским корпусом, добавили меры по субсидированию. То есть отраслей сельского хозяйства. Давайте тогда об этом поговорим с представителем законодательного органа. Валерий Ильич, Молдову принято считать все-таки аграрной стороной. Знаю, что в законодательном органе, сейчас вот и подтверждает начальник управления, что было принято ряд законов. Какие еще рассматриваются перспективы пути решения проблем в агропромышленной отрасли? То, что сказал Сергей Николаевич, закон по субсидированию водных и лесных ресурсов. Здесь входит еще включительно то, что есть определенные объемы. Согласно закону, там не менее двух с половиной гектаров приезжает непосредственно Молд Сильвы, именно предприятия, те, которые имеют и технику, и все сопутствующие, и они высаживают эти насаждения. По теплицам, те, которые будут выращивать саженцы, будут в Яргоре и на юге, ближе к Копчку, или в Таракли, или в Копчке. Ну, конечно, постараемся, чтобы Копчак взял на себя такую ответственность, чтобы выделить 30 гектаров туда нужной, и поблизости, чтобы была вода. Копчак – это примария или сельхозпредприятие? Примария. Наша копчакская примария может выделить такой объем земли для того, чтобы можно было выращивать, сажать эти деревья. Это своего рода питомник. Питомник для саженцев. Да, питомник для саженцев, который будет расширять зоны для посадок лесковых. А вот сколько необходимо времени, чтобы вырастить достойный саженец и потом высадить его в определенные те места, где требуется восполнить лес, лесные насаждения? Все мы знаем, что чем меньше саженцев размера, тем они лучше приживаются. Поэтому, имея питомник, нужно иметь саженцы всяких размеров. Потому что где в более заболотистых местах или в низинах, там можно сажать деревья, конечно, покрупнее, повыше деревья. Там, где более песчаные, там, конечно, поменьше саженцы усаживать. Поэтому нужно и то, и другое иметь в запасе. Что касается по мерам, чтобы улучшить работу производительного сельского хозяйства, имея то, что в последние годы у нас недостаточно влаги, конечно, хочется иметь больше агрегатов и техники, что за один проход можно было сделать пару операций, чтобы энергосберечь эту влагу. Для этого и придуманы эти все меры совместно с АПК, с исполкомом. И субсидируются все эти вещи. На опрыскивание, потом всякие ГПРС агрегаты. То, что облегчит и удешевит стоимость нашей продукции. То есть себестоимость продукции, чтобы была более дешевая. Потому что у нас мы видим, что Молдова маленькая, не все от нас зависит и никак не зависят от нас мировые цены. А все-таки мы можем назвать Молдову, Гагаузию, аграрным регионом? Можем называть аграрной страной только по одной той причине, что в основном производство у нас, слабое производство, у нас только за счет сельхозпроизводства платятся налоги основные. Поэтому нет у нас большого машиностроения, чтобы мы могли упираться на это. Поэтому это все-таки аграрная страна. Сельхозпроизводители производят, а дальше рынки сбыта. Есть примеры положительные, скажем, в Кангазе. Мы должны не только выращивать продукцию зерновую, но и чтобы она доходила до потребительного количества, скажем, в виде колбасы. Выращивать корма, животных, ту же самую колбасу и молочную продукцию. Буквально недавно читал высказывание, был задан вопрос, почему пшеница дешевеет, а хлеб дорожает. И был ответ, скажем, чиновников из Кишинева, таким, что продукцию зерно мы продаем за границу, а покупаем уже муку. Это неправда. У нас много потребителей есть, которые... Здесь это своеобразный бизнес кое-для кого. Поэтому у нас достаточно мельниц, которые здесь на месте производят эту муку. Поэтому просто государство должно уже регулировать эти цены образования. И хлеб будет у нас дешевле. Мария Николаевна, раз мы заговорили и о субсидиях, кого субсидируют, куда вкладывают, как происходит этот процесс? Давайте расскажем нашим телезрителям. Добрый вечер, телезрители, все присутствующие. Ну, значит, у нас закон о субсидировании вступил в силу в 2018 году. Но в этом году, с 15 сентября 2023 года, были внесены поправки. И в соответствии с этим уже было разработано и утверждено, и с 24 октября вступило в силу новое положение о субсидировании. Значит, у нас такие основные меры или направления, чтобы доступнее было. Мы субсидируем инвестиции, осуществленные в тепличные хозяйства, то есть это установка тепличных модулей и выращивание всей свежей сельхозпродукции в теплицах. Если до этого было ограничение, только были определенные культуры непосредственно, сейчас мы расширили этот список, чтобы могли субсидиями воспользоваться более широкое количество сельхозпроизводителей. Дальше одно из направлений, которое еще субсидируется, согласно закону и положению, это посадка многолетних насаждений, здесь мы тоже расширили, мы добавили в новое положение еще субсидирование эфиромасличных, и культур, и трав многолетних. Ну, в перспективе мы надеемся, что в этом направлении тоже у нас будет какое-то развитие. А в животноводство? Что касается животноводства, значит, у нас есть мера поддержки по приобретению крупного рогатого скота, племенных животных. Мы субсидируем только приобретение племенных животных, ЭКРС, овцы, козы, и в этом году мы тоже там добавили пчеловодство еще. Да, потому что пчеловоды как бы были немножко обделены, скажем так, да. И вот, мы решили расширить. Кроме того, по животноводству еще у нас есть направление субсидирования технологического оборудования. Ну, во всех этих направлениях развития, значит, как и пчеловодства, так и КРС при строительстве животноводческих ферм, установка оборудования и овцеводческих, козоводческих и так далее. Мария Николаевна, у вас есть статистика, вот, сколько уже получила сельхозпроизводители, вот, субсидии? И как идет отчет по использованию этих? Что касается, у меня есть все, я помню. Что касается, значит, предыдущих, если вы хотите такую аналитику с 2018 года по, значит, 22, не учитывая, то у нас около 16, на 16 миллионов приблизительно сельхозниками было получено субсидии. С местного бюджета? Ну, это касательно только с нашего, мы про их не говорим в общей сложности. Надо подчеркнуть, да. Ну, сейчас, вот, ну, к сожалению, немножко был спад, наблюдался в ковидные, вот, в 20-м и 21-м году меньше были востребованы субсидии. Ну, не знаю, в связи с чем это связано, опять-таки, может быть, с какими-то ограничениями по транспортировке, доставке, если там это оборудование или животные за границей тоже были проблемы. Логистика, да, и плюс, может быть, и с финансовыми тоже, с средствами были какие-то проблемы. Вот, но в этом году, что касается 23-го года, то у нас, значит, на данный момент, ну, не на данный, а на 1-е октября, субсидии выплачено на 2 миллиона 100 тысяч леев. И сейчас у нас имеется, вот, как вступило новое положение с 24-го октября. Мы приняли еще, у нас прием осуществляется по 31-го октября. А вообще год субсидирования у нас считается с 1-го ноября, допустим, 22-го года по 31-го октября. Целый год, в течение года можно подавать заявку, да? Да, 1 ноябрь месяц еще с предыдущего года, получается. То есть обычно в ноябре еще осуществляются посадки многолетних. И поэтому мы, вот так вот у нас, такой год. Вот, и, значит, с 24-го по 31-го октября нами было принято еще 16 пакетов документов. Ну, и здесь у нас новые направления, надо сказать, в новом положении появились. Это у нас солнечные панели, мы начали субсидировать наряду и с молдавскими субсидиями. И, кроме того, еще, значит, дроны, которые используются уже, я думаю, что у нас будет тоже более, как бы, активно приобретать такую технику, чтобы использовать на полях. И тем более, что, так сказать, с человеческим ресурсом испытываем проблемы. А уже есть заявки на покупку дронов? Да, пока на дрон, на дрон пока не было на субсидирование, но на панели есть. На панели уже оправдали себя. Да, и на GPS еще у нас есть. GPS-навигаторы. Навигаторы. А вот теперь мне очень интересно, все-таки вот с 18-го года по 2023 год, 22-й, какая отрасль больше всего была субсидирована? Ну, у нас самое... И в Гагаузии. В Гагаузии самое такое активное направление – это посадки многолетних у нас. Изначально, особенно в первые, вот, 18-й, 19-й год, два года, это в основном посадки. И это сады, виноградники. И еще, можно сказать, ну, что касается животноводческого сектора, то особо у нас слабенько. Ну, как бы, у нас есть несколько всего только таких вот более-менее активных и устойчивых, так сказать, лидеров. И, ну, развития пока, ну, не знаю, хочется желать лучшего вроде бы. И сейчас вот расширили меры, может быть, пойдет дело сдвинется с мертвой точки, как говорится. Это хорошее подспорье для сельхозпроизводителей? Да, ну, еще у нас еще в технику были субсидированы средства сельхозпроизводителей. Ну, мы субсидируем только технику, которая производится, либо собирается, сборка осуществляется на территории Гагаузии. И это тамайский бас-трактор, называется предприятие. И, ну, вот, трактора тоже в 2018-2019 году приобретались. Сейчас уже это, ну, в этом году, по крайней мере, ни одной заявки не было по этому направлению. Учитывая то, что вы рассказали и сказали, все-таки развитие сельское хозяйство у нас в Гагаузии вносится лепта, работается. Но у меня вопрос к вам, Сергей Васильевич. Кроме того, чтобы развивалось сельское хозяйство, нужны кадры. Как готовит Камрадский государственный университет кадры для того, чтобы потом работать в сфере сельского хозяйства? Идет ли молодежь вообще на этот факультет? Да, спасибо за вопрос. Добрый вечер, все уважаемые присутствующие наши телезрители. Во-первых, я хочу поблагодарить то, что я имею возможность сегодня присутствовать на таком мероприятии, где есть у нас ответственные люди по Гагаузии, именно по сельскому хозяйству, и где можно непосредственно с ними поговорить и пообщаться по данному направлению. Аграрно-технологический факультет Камрадского госуниверситета существует, функционирует с первого дня открытия Камрадского госуниверситета. Буквально вчера проводились мероприятия праздничные, и я на этом мероприятии видел много наших выпускников, которые работают в сельском хозяйстве и которые в том числе и получали дипломы. Это можем сказать, что это тоже наши выпускники. Что касается сегодняшнего дня, конечно же, мы проводили анализ не только по республике Молдова, мы контактируем с другими странами, другими университетами. Буквально в апреле месяце имел возможность быть в прибалтийских странах, где они также ощущают такую же тенденцию, что меньше молодежи идут на аграрные специальности. То есть такая проблематика не только у нас в республике в Гагаузии, но и за пределами ее. Что нужно было бы, что можно было бы сделать и что делается. Буквально неделю назад мы проводили аграрно-технологический факультет, турецкую конференцию международную, в которой приняли участие преподаватели и следователи из Турции. Дальше в течение этого года у нас было по обмену преподавателями четыре преподавателя, которые выезжали по Эразмусу. Сегодня, сейчас, в этот момент времени, студент нашего факультета полгода проходит обучение в университете Турция. То есть, кроме этого, есть различные программы по обмену информацией, по обмену методами теоретическими, практическими и с другими странами, и с другими университетами. Что касается профессорско-преподавательского состава. Что касается студенчества, проводятся также исследования. Мы на этом не останавливаемся в том, что есть. Одно из начинаний нашего университета началось с нашего факультета. Это внедрение так называемого дуального образования. Мы делаем первые шаги. Две компании с Гагаузией изъявили желание. И ребята обучаются и проходят непосредственно рабочие процессы в этих предприятиях. Назвать не буду. Мне раньше предупреждали, чтобы не делать рекламу. Рекламу. Пользуясь случаем, что я нахожусь сегодня здесь, мог бы обратиться к нашим органам из АПК. Может быть, такую информацию дать и другим предприятиям, для того, чтобы можно было увеличить данный список, данных желающих. Студенты есть. И я вам скажу, что наши студенты хорошо учатся. И это не те студенты, которые были раньше. К ним требования другие. Сегодня, если он заканчивает университет, он должен знать, кроме агрономических дисциплин, которые он проходит, было названо сегодня те же GPS-навигаторы, те же дроны и так далее. Сегодня работа в сельском хозяйстве очень сильно отличается от той, которую мы знаем. И сегодня те же трактора, которые уже закупают, они уже с GPS-навигаторами. Сегодня посадка многолетних через GPS-навигаторы. Сегодня использование тех же дронов. Также студент должен это знать. В 2019 году мы выиграли также проект, где разрабатывали оцифровку земель через дрон и проводили анализ почвы в нашей лаборатории. И оцифровав ту или иную площадь, мы вносили уже в электронные карты. Студенты Камрадского университета это умеют делать? Студенты Камрадского госуниверситета в этом участвовали. И в проведении тех же анализов. И проходили вместе со мной курсы, потому что мы тоже не стоим на месте, и тоже усовершенствуемся по применению электронных платформ, электронных систем именно в сельском хозяйстве. Я что хотел бы еще, пользуясь случаем, то, что я здесь нахожусь, во всем мире есть, что предприятия, они работают непосредственно с университетами. Может быть, сдвинуть на другой уровень, пользуясь тем, что сегодня... Законодательная и исполнительная власть здесь, пожар. Здесь, да. Что имеется в виду? В любой стране любой предприниматель обращался, приходил в университет, и ему предоставлялась возможность работать со студенчеством. У нас получается, что в феврале месяце, когда открываются работы, все обращаются, дайте нам готового специалиста. Данный специалист, да, он, можем сказать, еще только выпускник, он не знаком с тем или иным предприятием, он не знаком с теми или иными условиями, его не знают на том предприятии. Кто нам мешает, как это делают в других странах с первого курса, тот или иной предприниматель, который планирует, что ему нужен будет тот или иной специалист, проводит те или иные мероприятия в университете, отбирает тех студентов, он следит за его дальше деятельностью, он как-то его стимулирует. Наши ребята сегодня, учась в университете, я контактирую с молодежью, они грамотные, да, но они не видят себя в Молдавии, в Гагаузии. Им надо, чтобы они почувствовали, что мы в них нуждаемся. Валерий, что можно сделать вот с законодательной точки зрения? Я, например, помню времена Советского Союза и считаю, что те моменты, когда хозяйство оплачивало стипендию, кто учился на тракториста, по направлению уезжали, учились, и потом подписывали определенный контракт, чтобы вернуться в хозяйство работать на определенный срок, тем самым там на два года или на три года, тем самым они смогут закрепить тот материал уже, который они выучили, то, что в институте, в училище приобрели знания, и смогут в хозяйстве уже закрепить. Это очень положительное, правильное направление, а потом дальше уже этот специалист уже будет решать, Но вы не рассматривали в законодательном органе вот такую законодательную инициативу, чтобы работать непосредственно с Камрадским университетом? Дело в том, что из-за, к сожалению, что последние полтора-два года, что происходит у нас вообще во всем мире, и в соседней стране, конечно, все люди боятся даже вкладываться, боятся не то, что где-то учиться. Люди уезжают, когда уже будут они защищены тем, что будут знать, что им безопасно находиться, здесь им комфортно находиться, в Молдавии, в том числе в Гагрузии, тогда можно будет идти на такие шаги. А что скажет исполнительная власть? Исполнители, надо сказать, что должно быть предложение от самого университета, они должны, может быть, разработать положение, как они это видят. Во-первых, они больше контактируют с этой молодежью, они должны собрать своего рода круглый стол, провести его такой вот прейшторминг, мозговой штурм, то есть как сами студенты видят. Да, есть предложение, мы говорим, есть так, есть так. Значит, надо разработать концепцию, стратегию, и уже с этой стратегией выйти в народное собрание, беспомнимать у нас инициативы. Надо кому это сделать? Я считаю, что это должен делать университет вместе со своими студентами. Мы предлагаем, чтобы как они видят. Уже потом, уже после их невведения, мы соберемся все вместе, там будет инициативная группа, от нас инициативная группа, две инициативные группы, и принять правильное решение, чтобы оно было разработано с точки зрения удобств наших местных жителей, наших, которые хотят здесь работать, и с точки зрения наших удобств. Потому что мы проведем это с лидерами, мы проведем, то есть с народным собранием, с исполнительным, надо посмотреть бюджет и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то программы, чтобы ввести, чтобы мы могли понимать стратегически. Сегодня мы, к примеру, понимаем стратегически, что нам нужно ввести, к примеру, предмет климатологии, да, агрометеорологии. Мы сегодня видим, что у нас идут изменения климата. последние 2-3 года. Мы видим, что у нас сегодня лето удлинилось, весна укоротилась. То есть у нас должны быть вот эти наблюдения. Мы должны готовить кадры уже, мы должны быть готовы к этому. Семья Васильевич, это изучаете в университете? Да, у нас на первом курсе есть такая дисциплина. Есть, это старый предмет. Да, да. Без этой дисциплины никак. Я вижу в дискуссии, что есть понимание, что мы идем вперед. Надеюсь, на этой, вот здесь на площадке ГРТ, вот появилось такое предложение, и оно будет реализовано совместно. Да, конечно. Я вообще еще думаю, так вот, у меня такое предложение, что сами аграрники непосредственно, они тоже должны выходить со своей инициативой. Во-первых, если им нужны какие-то специалисты, они должны заявить об этом и предложить, что они могут предложить для развития того или иного студента, то, что впоследствии он стал их работником. Хорошо, у меня тогда следующий вопрос. В АПК обращаются сельхозпроизводители? С какими проблемами, с какими предложениями? С проблемами обращаются. В законодательный орган? Как у вас идет между законодательно-исполнительной властью разговоры с сельхозпроизводителями? Как вы общаетесь? Взаимосвязь какая? Мария Михайловна сказала, что было доработано положение по субсидированию. Обращались сами агролидеры. Это предлагали? Они предлагали, да, с предложением, что надо поставить. Мы были, они обращались в народное собрание. Народное собрание сегодня. Спасибо, что Валерий Ильич, он, как говорится, он с земли, наш патриот из Копчака. И он сегодня тоже хочет. И развитие животного состоящего. Говорят, ребят, давайте включим панели, давайте дроны, давайте GPS-навигаторы, все остальное. Мы все это включите. Закрытый грунт. И так далее, и так далее. К чему веду разговор? Что после даже этого сразу 15 заявок. То есть такого давно не было. Мария Николаевна, она не успевает документы смотреть сейчас. Нас это радует, потому что есть инициатива. Диалог должен быть между всеми ветвями власти и сельхозпроизводителями. Мы забыли сказать, сегодня и республиканская власть хорошо поддерживает сегодня сельхозпроизводителями. Посмотрите, дотации на раскорчевку. Раньше было у нас вокруг не раскорчевано ничего, но из-за того, что появились дотации по 10 тысяч и так далее, и так далее, сегодня эти поля введены в сельхозоборот, и они сегодня приносят доход самим непосредственно лидерам. Плюс, если мы говорим про животноводство, сегодня на литр молока дается 3 лея дотации. То есть надо зарегистрировать предприятие, оформить, платить налоги, показать, что вы получаете это молоко, и вам 3 леи дают. Но почему сегодня животноводство? Человек привязан к этому животноводству. Без выходных, без проходных, без отпускных. В западных странах решается проблема проще. Стоят роботы-дойеры. Может, и мы когда-то к этому придем. Поэтому молодежь сегодня, да, запахи. То есть сегодня отвыкли все от этих запахов, от фермы, от всего. Но тем не менее, все равно двигается, все равно есть. И мы сегодня можем сказать, что продукция Доксанкома, она сегодня одна из лучших в Молдавии. И мы должны этим гордиться, и понимать, что мы сегодня кушаем одну из лучших продукций. Понимаете? А скажите, вот основная проблема вообще сельского хозяйства какая? Вот вопрос ко всем. Проблема? На образовании? В логистике. В том, что сегодня мы не можем продавать фрукты выращенные. Проблема в том, что проблема в самих еще агролидерах, что они привыкли, что все, что они вырастут, у них придут и это купят. То есть они сегодня должны четко понимать, что у них на ихних агрофирмах сегодня должен быть непосредственно человек, который будет заниматься только продажей, и что они должны диверсифицировать свое производство. То есть не только выворачивать, но что-то и производить. Что-то значит делать мелкий бизнес. Вы зайдите в любую китайскую деревню. Там производится все, что угодно. Понимаете? Мы даже, мы раньше, посмотрите, наши старики это умели. Мы раньше вялили мясо. То есть это вяленое мясо, он ценил, жамбон, да? Где в каждом доме было по две-три ляжки этого жамбона. Мы больше перерабатывали раньше, чем сейчас. У нас больше было в сыроведении, в твороге. То есть мы умели перерабатывать, мы это потеряли, к сожалению. Тогда, может быть, Валерий Ильич, все-таки надо рассматривать цикличное производство. То есть полный цикл. От выращивания до прилавка маркетов. Есть такой пример именно в Кангазе, что полный цикл, вот именно начиная выращиванием, скажем, кукурузы, зерновых и дальше уже мясное направление, молочное направление и так далее уже перерабатываются в колбасу. Какую может поддержку государства? Да, субсидии, субсидируются именно молочное направление. Хотелось бы еще включить уже и мясное направление. Обязательно. Никто не обращался. Никто не обращался. Никто не обращался. Есть повод услышать нас? У нас есть эти меры поддержки, да, по оборудованию. По вчерашнему мероприятию очень было красивое мероприятие, то, что поощряли чествование работников сельского хозяйства. Я что заметил, буквально 2-3 человека были награждены, кто именно занимается животноводством. Давайте мы плавно перешли к нашему вопросу. У нас по Молдавии потребность, если так говорить, в цифрах 500, по памяти так по-моему, 580 тысяч литров молока. А у нас производство только 30 тысяч литров. Вот какая большая разница. И все остальное молоко, молочную продукцию мы закупаем за границей. Да, надо, есть над чем думать и есть куда развиваться. Было большое мероприятие, об этом уже не один гость нашей программы сегодня сказал. Сколько человек, как прошло мероприятие, как подвели итоги сельскохозяйственного года? Ну, во-первых, был мероприятие, называлось «День сельскохозяйственного года». Всегда в конце ноября этот праздник проводится. Это своего рода подведение итогов. Мы подвели итоги. И закрытие, наверное, сельскохозяйственного года. Даже несмотря на тяжелый год, мы видим, что наши лидеры, я считаю, что они молодцы. Все же собрали урожай. Даже в это тяжелое время, когда выпало в два раза меньше осадков, то есть выпало практически 167 миллиметров. То есть вот этот период, когда обычно выпадало около 400 миллиметров в осадках. И несмотря на это, были приложены с ними, я считаю, что титанические усилия. И собрали и хорошее урожай зерна. Мы говорили, что головы сбор составов 136 тысяч тонн. Кукуруза местами давала очень хорошо, местами, то есть очень плохо. Но виноград был неплохой урожай и хорошего качества. Фрукты, к сожалению, были очень хорошего качества. Из-за того, что логистика в этом году нарушена в связи с положением, которое по всему миру. Но мы надеемся, что нам надо делать переработку. К примеру, по переработке мы можем сказать, что Грузия впервые сделала сливовые чипсы. То есть абрикосовые чипсы. Сегодня это направление одно из модных. То есть, может быть, надо к нам ехать, там принимать опыт. В том плане, что молодежь сегодня любит кушать снеки. Сегодня и сливовые чипсы они выглядят красиво. То есть, это клетчатка. То есть, мы все понимаем, что это витамины. Вот в этом направлении нам надо двигаться. Нам не только нужно производить. Еще раз говорю, что у нас есть университет, был технологический факультет. К сожалению, сегодня с технологическим факультетом у нас там есть проблемы. Но, тем не менее, они и в этом направлении идут. Мы должны какие-то показывать мини-производства. Но, тем не менее, в первую очередь, что мы должны это все показывать, мы должны понимать, куда мы будем это продавать. Вот, если говорил Валерий Ильич, значит, рынок сбыта. Молока нам не хватает. Нам нужно понять, сколько мы завозим со стороны. А есть такой статистический отдел у вас? Статистический отдел из Молдавии. Я имею в виду АПК у вас. У нас мы принимаем заявки. У нас в основном есть статистический отдел. То есть, мы ведем хорошую работу с нашей статистикой. У них все есть. Цены на продукцию. Цены на животноводческую продукцию и так далее. На сегодня это все есть. Но, поймите правильно, сегодня, в первую очередь, не проблема произвести. Спасибо. Проблема – это продать, реализовать. С той на наценкой, чтобы выживать. Сегодня лидеры имеют зерно. Склады сегодня полные. И подсолнуха. И пшеницы. Но проблема в том, что ценовая политика низкая. Проблема в том, что это тяжелая логистика, реализовация, нет цены. Но были такие тяжелые времена, они проходили. То есть, появлялись новые, как, хорошие времена, когда ценовая политика была хорошая. Но, несмотря на это, мы должны думать о переработке. Потому что переработка – это выход. Но агрария не остается один на один с этой проблемой? Нет, потому что помогает Министерство сельского хозяйства. Понимаете, если бы сегодня, к примеру, есть органы ИПА, которые субсидируют. У нас есть, мы субсидируем. Если бы сегодня оставили лидеры один на один, все же в этом году давайте так возьмем. Дали и топливо, дали и на гектар дотации, там зависит от пашни полностью. Прямо его так не оставляют этого лидера, они обделяют его. Да, может быть, им хочется больше внимания. Ну и мы хотим больше внимания, это как любимый ребенок. Но, тем не менее, все это понимаем. Мы уважаем лидеров. То есть мы стараемся вместе с ними идти. Но в любой момент мы понимаем, что у государства тоже ресурсы ограничены, так же, как и у нас они ограничены. Хорошо. Тогда почему фермеры проводят акции? Вопрос? Ну, эта проблема началась еще с 21-го года. 21-го года, с 20-го года. 20-го года, когда была засуха и было наложено эмбарго на вывоз пшеницы. В то время и топливо было дешевле, и удобрение было дешевле. Аграрии могли еще с того момента, вот они чувствуют по сегодняшний день, с 20-го по 23-й год, чувствуют эту нагрузку. Потому что тогда не смогли реализовать вовремя продукцию и закупиться тем самим удобрением и ГСМ. Впоследствии цена упала, удобрение поднялось, ГСМ поднялся. И следующий год урожайный. Ну, в урожайный год уже большие цены были. И оно сказывается по сегодняшний день. А в этот 23-й год у нас, к сожалению, поначалу засуха, потом дожди, ураганы кое-где, где многолетние, где и виноградники, и сады повредило. У нас в этом году и саранча была, частично повредило, и град побил. То есть у нас все прелести погоды. Очень много было рисков для форс-мажоров. И наводнения в конечном итоге были тоже. Поначалу засуха, а потом и наводнения были. Хорошо, фермеры ГГУЗИ присоединились к акции или нет? Ну, насколько я знаю, значит, они были на конгрессах. То есть они протоколировали заявку, принимали участие. А насчет участия не могу сказать, потому что, как бы, то есть это уже на каждого личного дела, то есть принимать участие там полностью. Да, мы разделяем их, не боль. Да, мы понимаем. Но сегодня я считаю, что это плохой метод. Это мое мнение. Я все же считаю, что нужно садиться за круглый стол и договариваться. То есть вот поехать там на трактор и поставить этот пух туда-сюда, ну, мы только усугубим ситуацию. Все же нужно находить консенсус. Надо найти взаимопонимание. Я думаю, что до сих пор, в принципе, всегда и республика, и что касается нас, мы находили эти взаимопонимания и по субсидированию, и где-то в помощи. То есть и, помните, и топливо давали, и зерно давали. То есть какие-то такие моменты, ну, прям так, чтобы бросить их, ну, никогда не было. Мы заинтересованы в помощи, мы интересованы в обратной связи, вместе с их работой. Ну, должны понять, что сегодня положение везде тяжелое. Поэтому, да, может быть, где-то надо, где-то в чем-то ограничиться. То есть понятно. Но, тем не менее, мы разрабатываем новые направления, смотрим. Валерий Ильич, он предложил, даже здесь на местном уровне, значит, организовывать ярмарки по животноводству. Это вот его любимая тема. То есть надо выбрать площадку, чтобы люди могли приезжать на ярмарку, чтобы могли купить, будем так говорить, ну, домашнее животное, ну, образно говоря. Ну, проводилась выставка животноводства. Вот насколько важно вот такие выставки проводить? Я считаю, что они чаще должны быть. Не только ярмарки, выставки или выставка ярмарка. Вот инициатор Валерий Ильич, он вам расскажет. Выставка ярмарка, да. Ну, у нас проводились и проводятся там день ковра, день сундука. Конечно, хотелось бы так, как мы, аграрная страна. Хотелось бы и животноводством. Вообще, издавшие все люди были кочевыми. Поэтому мы знаем, откуда что берется, откуда наши корни. Поэтому хотелось бы, чтобы, скажем, Камрадский район знал, что находится в Валканическом, какое направление больше. Там я знаю, что овцеводство – основное направление в Валканическом районе. Поэтому такие ярмарки только в положительную сторону будут. Я, позволите, не соглашусь за день ковра, за всех остальных. Я считаю, что это основные наши праздники, и мы их должны поддерживать. Потому что, во-первых, это наша национальная традиция. Продвижение культуры. Наших брендов вдобавок, да. Но любой наш праздник мы должны защищать, потому что это наш этнос, это наш патриотизм. Здесь мы должны это продвигать. Сергей Васильевич, у меня вопрос к вам. Скажите, вот сейчас в нашей беседе выяснилось, что очень много рисков в сельском хозяйстве. А вот студентов будущих аграриев готовят, как справиться с рисками, возникших в ходе работы? Спасибо. Как раз сегодня говорили и вы подчеркивали, что необходимо, чтобы предприятия занимались полным циклом. Проведя анализ и изучая опыт международный, на нашем факультете мы приняли решение, открыли новую специальность. Инженерия менеджмента производства, переработки сельхозпродукции. Мы говорили с коллегами из Германии, они работают в этом же направлении, только у них нет четвертого завершающего блока, который есть у нас. То есть студент, поступающий на данную специальность, он проходит четыре блока. Первый блок – это растеневоческий блок, второй – животновоческий, третий – переработка. И четвертый, что немаловажно, как предоставить свою продукцию, ее и продать. То есть менеджмент, маркетинг и так далее. Вот мы уже пошли в этом направлении, и мы имеем уже выпуск, два выпуска. Сколько студентов? Вы должны их помнить, наверное, по именам. Да, согласно тому, что любая новая специальность должна пройти аккредитацию. Мы подготовили весь коллектив факультета, пакет документов, подали ванночек на аккредитацию. Сейчас ждем комиссию, которая придет и проведет нам аккредитацию данной специальности. И в блоке менеджмент, маркетинг, конечно же, они проходят эти дисциплины, которые говорят о рисках уже с экономической составляющей. Что касается составляющей рисков природных и природных катаклизмов, которых были сегодня подняты, они проходят также новые курсы, которые говорят о других методах обработки почвы, других системах обработки почвы. И пользуясь тем, что в самом университете и в нашей стране нету таких финансов, чтобы сделать материально-техническую базу прямо в университете, мы тоже обратились и посмотрели, как это делают за рубежом. Не все зарубежные университеты, это, можно сказать, большинство из них, они делают договорные отношения с теми или иными хозяйственными предприятиями, на которые выходят на практику вместе с преподавателями студенты. Объясняю, почему. Потому что сегодня, например, в том же винодельской отрасли есть такое оборудование, которое стоит миллион евро, например, да. Есть у нас сельхозпредприниматели, которые купили новые трактора, новые селки, которые позволяют использовать эту систему. Университет никогда этого не сможет закупить. И мы выходим на эти предприятия и с ними договариваемся, и студенты там... Насколько они открыты и готовы с вами работать? Я благодарю всех предпринимателей, потому что есть открытость, взаимоотношения есть, но они на нашем уровне. Если слышать сейчас руководитель АПК, то мы могли бы это сделать на более высоком уровне. И это было бы плюс и для самих предпринимателей, потому что когда ходят студенты, группа студентов, то они имеют возможность выбрать из десятерых какого-то одного, который к ним приглянулся, который больше тянется к этому, который может быть и больше себя проявить там и так далее. То есть здесь взаимовыгодные мы можем найти точки соприкосновения. Другой момент. Нужно менять, как говорилось сегодня и на законодательном уровне. Мы забыли, что такое лесопосадки, какими они были. Мы в детстве вместе ходили и из школы, с университетов, и были различные мероприятия у нас, были леса. Сегодня их нет. И это все приводит к тому, что мы сейчас видим, к тем катаклизмам, которые встречаем сейчас. Согласно закону Республики Молдова, в каждой специальности высшего образования должно было читаться курс экологии. И это будь то экономист, будь то юрист, потому что несмотря где он будет работать, он будет взаимосвязан с этими вопросами. Он должен понимать, что голосуя, например, в народном собрании за тот или иной проект, он должен понимать, как это воздействует на экологию города Гагаузии, всей Республики Молдова и так далее. К сожалению, нет такого, и этот курс только читается у нас, на нашем факультете. Вот первый шаг сделан в народном собрании, был принят закон о финансировании целевых программ по сохранению и развитию лесных и водных ресурсов на территории Гагаузии. Вот в этом направлении что еще делается, Валерий Ильич? Лесопосадки, это не означает только высадка деревьев. Лесопосадки, это и кустарники, они должны быть густыми. Есть определенные стандарты, то, что говорил Сергей Николаевич. Есть определенные стандарты, то, что для животных положено определенной ширины лесопосадки, чтобы они могли там жить, развиваться, прятаться от людей, от всех. А это возможно у нас на территории Гагаузии? У нас было это. Учитывая... Возможно. Возможно, все возможно. По Капчику я знаю лесопосадки, где их достигали 38 метров. Да, но это стандартно, так должно было быть, да. 38-36. 38 метров. И если брать в пример европейские страны, в том числе, скажем, Германию, в том, что я больше сталкивался с Германией, там на полях определенные по краям оставляют линии, где засаживают травой, опять-таки для живности. Ну, а государство доплачивает этим фермерам, доплачивает за то, что они не посадили вот эти объемы. Стеблемы. Это зеленая такая полоса для животных. И на речь мы дойдем до этого. У меня такой вот вопрос. Молдавские власти считают, что Молдова может вступить в Евросоюз к 2030 году. Вот, учитывая весомость и традиционность нашего аграрного сектора, вот как может это повлиять на аграрный сектор? Я считаю, что только положительным. Вот такое вступление. Насколько это важно? Если хотите моего мнения, я считаю только положительным, потому что я вам объясню. Сегодня наш аграрий обделен. Сегодня Украина закрыла границы. Мы ничего не можем сделать. Даже если будет Евросоюз, как вы говорите, граница с Румынией будет открыта. Сегодня в Румынии 27 миллионов жителей. То есть это рынок для нашего вина. Для наших фруктов беспочтной торговли. Того же зерна и так далее, и так далее. То есть мы сможем выйти. Это мое мнение. Потому что, как мы понимаем, этот конфликт надолго. Нам надо сегодня жить, нам надо сегодня кормиться. Мы должны четко понимать. Сегодня есть какие-то мероприятия по этим направлениям. Да, нашим лидерам будет тяжело, потому что они не смогут конкурировать с точки зрения технологического в технологическом плане. Но с точки зрения наших вводчиков, то есть они выиграют в финансовом плане. Земля выиграет, это поднимется в цене. Значит, они смогут ее выгодно продать. Если не смогут выгодно продать, значит, они смогут что-то себе более дорогое купить. У нас, может быть, наконец-то появится нормальный земельный рынок. То есть у нас сегодня большая часть нашей земли не делимитирована. То есть не делимитированы пастбище, лесополосы. В городах у нас не делимитированы улицы. Мы должны все по границам поставить. А вот в законодательном органе этот вопрос рассматривался, то, что сказал Сергей Николаевич? Про делимитацию границ был закон принят, работы ведутся. Есть населенные пункты, где не были домовладения с участками, не имели кадастровых номеров. Ну, зато квоты имеют кадастровые номера. Есть населенные пункты, наоборот, которые огороды с домами имеют, кадастровые номера. Квоты не имеют. И плюс есть проблемы именно по границам с соседями. Соседями населенных пунктов? По ГАГАУЗе это еще решаемый вопрос. Там садятся за стол переговоров, приглашают дедушек, Аксакалов, и они обозначают, где была раньше граница между тем самым и этим. По Капчу у нас две стороны Украина. Там уже нечего решать. Там уже все решено. Там уже границы есть. Да, там решили все до нас уже. И ту же самую лесопосадку, то, что я говорил, 38 метров, это была именно граница с Украиной. Есть вопросы, которые именно, опять скажу про Капчак, что есть вопрос с выходом на центральную дорогу, потому что когда Советский Союз развалился, в свое время был образован КРС в Тараклии на 10 тысяч голов, для того, чтобы закрепить и пастбищами, и угодьями. Тогда с Казакли, с Таракли, с Капчака, с Алвата были взяты земли, и КРС именно построили там, где сказал Советский Союз. Впоследствии чего не существует этот КРС, но земли остались заброшенными. И кто как успел присвоить, так и сделал. Поэтому сейчас нужно утвердить обязательно, повторно. Мы один раз уже утвердили, но есть вопросы именно по Капчаку, поэтому нужно будет поднимать, подняли документы уже. Да, по демилитации, да. По демилитации с 87-го года документы, именно какие были границы. Валерий Ильич пытается вернуть в собственность Гагаузии. То, что принадлежало. Да, приличный участок земли. Это возможно? Это возможно. Работаем в этом направлении. Это возможно. Что ж, мы будем наблюдать, как это будет происходить, и ждем результатов. Мария Николаевна, все-таки я хотела бы вновь вернуться к субсидиям. Вот насколько важно пропагандировать это субсидирование не только для больших сельхозпроизводителей, но и для мелких. И приходят ли они к вам? Ну, конечно, мелкие тоже к нам обращаются. Есть такие хозяйства, которые там ежегодно, по чуть-чуть, так по одному, по полтора-два гектара сажают виноградник, сад. Стабильно. Не много, но каждый год. Ну, в последнее, вот в прошлом году и в этом году, в последнее время, уже у нас много обращений по поддержке капельного решения. То есть сады, виноградники, которые были посажены в предыдущие годы и сейчас, они уже у нас под капельным решением. Тоже так, ну, не спеша, тоже небольшие площади, ну, по возможности финансовым, видимо. И также у нас много, ну, достаточно много, как бы в прошлом году у нас было пять заявок на окопание. То есть лидеры... Купани пруды. Да, я поняла. Для искусственного сбора воды вот мы субсидируем гемиомембрану. Вот, и это понятно, что климатические условия вынуждают, заставляют, скажем так, сельхозпроизводители все это выполнять. И мы надеемся, что в конечном итоге это капельное решение покроет все многолетние насаждения, которые у нас есть. Ну, проблема с водой, естественно, испытывается. Вот, но сейчас, чтобы копань устраивать, необходимо водопользование, право на водопользование. Мария Николаевна, итак, я вижу, что процесс субсидирования идет у нас. Кто следит за тем, как и куда вкладываются деньги, результат каков, вот комиссия какая-то. Вот, вы выдаете финансовые средства для того, чтобы развивалось сельское хозяйство. А дальше? Вообще, по сути, наше субсидирование ГАГУЗИ, мы выплачиваем деньги за постинвестиции. Мы не даем авансирования, то есть предоплату. А работа сделана, вы выполнена, получите. Да, то есть мы возвращаем, как бы, затраты сельхозников, которые они уже израсходовали. Ну, не полностью, да, частично, там, в зависимости от направления. Для привлечения молодежи определенный процент добавляется. Да, согласно нашему положению, плюс 10% доплата идет, 10% от суммы еще прибавляется дополнительно до 35 лет. Значит, молодежь, которая у нас профессионально готовится в Камрадском государственном университете, она уже имеет рабочие места. Должна изучать законодательную базу, чтобы приходить уже с проектами. И вот здесь и получает субсидирование, так? Нет, 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 вы немножко неправильно поняли. Например, молодой специалист решил заняться сельскохозяйственным бизнесом. Ну, решил там открыть какое-то небольшое крестьянское хозяйство и посадить какой-то сад. Это такого рода привлечение молодежи в сельское хозяйство, так? Привлечение, да, стимулирование, да, их. То есть вот на сад, допустим, положено 15 тысяч на гектар и плюс 10% еще к сумме. То есть он получает больше. Он высаживает в сад, ему еще дойдут эти 10%. Хотелось бы еще на законодательной основе тоже сделать так, чтобы кроме субсидий, то, что получает молодежь до 35 лет, чтобы именно налоговая система, именно банки, чтобы когда выделяют кредиты, чтобы для развития первые 3 года или первые 5 лет, чтобы не изымали проценты. Ну, а с инициативой выходить? То есть послабление хотя бы, привилегии, скажем так, какие-то небольшие по возможности. То есть у нас, к сожалению, с первого же дня начинаешь выплачивать до того, как успел сюда послабить. Еще не забрал урожай. Но это все в ваших силах. Надо вам совместно работать. Что касается телевизионной сферы и средств массовой информации, мы всегда готовы об этом рассказывать. и вместе с вами решать какие-то проблемы посредством информирования. Чтобы подвести итог нашей беседы в программе «Общественный интерес», мне бы хотелось, чтобы каждый из вас высказался буквально несколько минут, что необходимо сделать, чтобы вернуть ту былую славу сельскому хозяйству. Вот что в ваших силах? Сергей Николаевич, начнем с вас. Спасибо за вопрос. Я в первую очередь думаю, что надо дружить с наукой, потому что сегодня настолько все идет быстрыми темпами, что если мы не дружим с наукой и с технологическим циклом, то что сегодня уже есть и электротрактора, то есть мы говорим об этом, и у нас сегодня и дроны, которые могут за ночь по 250 гектаров закрывать. Вы даже не представляете объем поля 250 гектаров. Это очень много. Раньше трактористам это нужно было делать где-то 20 дней, вы понимаете? То есть он делает это за одну ночь. То есть все это быстро, скоротеть, все это надо изучать, это надо внедрять, это надо рассчитывать. Мы очень хотим тесно сотрудничать с нашим университетом, и мы делаем эти шаги. Спасибо, что поддерживает нас сегодня депутатский корпус. Я думаю, что в принципе, вот все вместе, будем так говорить, на всех информационных площадках мы будем собираться и с лидерами, то есть сейчас зимний период, именно это время и надо делать. Надо приходить к каким-то стратегическим направлениям, чтобы мы должны четко понимать, потому что говорят, вот у нас это не делается. Хорошо, но не делается. А вы обращались? Когда смотрим, никто не обращался. То есть нет инициативы. То есть вот это, давайте мы, пожалуйста, мы готовы, мы должны рассчитать, посмотреть наперед, логистику, реализацию, нужность и так далее, финансирование. Я вам скажу, что, честно скажу, финансы решают только 4-5%. 96% решают люди, которые тянут этот бизнес, которые организовывают. Это в любой фирме это так. Так, людской потенциал, его надо стимулировать, потому что кадры решают все. Это на самом деле это так. Но если человек, вот он желает так сделать, он это сделает, как бы ему ни стоило. То есть это такое вот направление, мы должны просто находить нашу целевую аудиторию, то есть и формировать у них вот эти целевые направления. Вот задача наша именно в этом. Мария Николаевна, Ваше предложение. У меня такое предложение в этом направлении сельскохозяйством. Я считаю, что в настоящее трудное время нашим сельхозпроизводителям нужно прежде всего объединиться. Потому что если они хотят экспортировать продукцию даже на европейский рынок, у них другие требования, у них другие стандарты. И они требуют однородную продукцию по качеству, по размерам, по содержанию каких-то компонентов и так далее. И у нас таки один выращивает одно, другой выращивает третье. И нет таких объемов больших, допустим, если будут какие-то запросы от компаний. У нас продукция, так сказать, разношерстная, можно сказать. Поэтому необходимо, я думаю, какие-то открывать, не знаю, мы уже вроде бы говорим, говорим. Логистические центры единые, упаковочные дворы, где приводить эту продукцию к какому-то однородному виду и содержанию. И уже тогда, может быть, можно говорить о каких-то договорах. О продвижении продуктов на другие рынки. Ну да. Естественно, я считаю, что наша продукция Молдовы, она по качеству очень достойная. Поэтому нужно и какой-то бренд, чтобы она имела какую-то, не знаю, отличалась, какой-то знак отличия от другой продукции. Вот. Спасибо. Сергей Васильевич. Да, спасибо. Тоже есть предложения много, я озвучу их несколько. Я считаю, что это будущее за нашей молодежью. Поэтому сегодня одна из передач, где я имею возможность сказать о наших специальностях. К сожалению, у наших жителей сложилось такое впечатление, что на аграрном факультете, значит, студент будет дальше работать, прошивать там и так далее, и так далее. Сегодня все поменялось, все уже по-другому. И сегодня, наверное, вы тоже слышали в этой передаче, что специалист после нашего факультета, он должен обладать знаниями и по информатике, с компьютерами, он должен и знать языки, потому что мы граничим с Евросоюзом. Зачастую там покупаем семена, химические средства, спытаемся туда продать ту или иную продукцию. Надо контактировать, уметь общаться с теми, кто продает, тем, кому надо будет продавать и так далее. То есть, в первую очередь, это, конечно же, молодежь, это чтобы наше взрослое поколение поменяло тот менталитет. И сегодня любая компания смотрит, внедрит те технологические системы, которые позволяли бы использовать в большей степени механизированный труд. То есть, от ручного труда все уже отказываются. Второе, это, конечно же, развитие нашего университета, потому что он является единственным у нас на юге Гагаузии, на юге Республики Молдова в Гагаузии. И, может быть, вместе с АПК продумать и рассчитать то, что дают субсидии, развитие тех или иных отраслей на будущие лет вперед. Какие специалисты нужны будут для того, чтобы мы могли обеспечить потребность нашей Гагаузии в этих специалистах. Может, где-то переориентироваться, потому что нельзя, вот сегодня нужен этот специалист, этого специалиста нужно подготовить. А для этого мы, как университет, должны соответствующие бумаги сделать и так далее, и так далее. Есть подготовительная работа. Вот вкратце, что я хотел бы сказать. И я не зря отметил, что вчера были номинанты наши выпускники. О чем это говорит? О том, что они в университете увидели, что есть новые технологии. Всем новым технологиям не научишь. Но ты научишь тому, что где-то найти, где-то использовать. Уже пять лет назад были одни технологии, уже сегодня другие. Научить этих людей использовать новые технологии и внедрять в своем производстве, и что даст положительные результаты. Положительные результаты каждого предпринимателя даст плюс для нашей всей Гагаузии. Это будет развитие экономики. Валерий Ильич, Ваше предложение? Ну, исходя из того, что вчера было достаточно молодежи, Конечно, сейчас больше молодежи стремится сесть на какую-либо технику, интересную технику. Та техника, которая покупается за границей. Они уважают то, что можно управлять джойстиками, а не рычагами, как когда-то в свое время. Тракторами. ГПРС-навигатор, это, конечно, больше для них, чем для взрослого поколения. Что еще могу предложить, посоветовать? Чтобы аграрии входили в ассоциации, потому что, когда приезжают покупатели, и недостаточно мелкие фермеры, им недостаточно тех 10 тонн яблок, и хотят больших объемов, а в ассоциации все эти данные есть. Они аккумулируют все эти цифры и данные. Поэтому хотелось бы еще, чтобы страховали урожай свой, тоже через ассоциации. Тем самым, что та молодежь, которая приходит, все-таки начинает работать с землей, она уже не уходит, потому что эта земля затягивает. Хотелось бы, чтобы затягивала не только из-за того, что ты остался должен с одного года на другой год. Хотелось бы, чтобы была именно привязанность к тому, что ты видишь, как это растение растет, что нужно сделать, чем подкормить его. Для каждого поля это индивидуальный подход. Каждое поле индивидуально обрабатываешь, где ноутил, где мини-тил. Это технология тоже, технология нашего будущего, потому что сейчас в связи с тем, что меняется климат. Поэтому только таким образом и совместно, если будут АПК, народное собрание, телевидение, институт, все вместе будут работать в одном направлении, то у нас все получится. И мы будем иметь развитое сельское хозяйство, от которого не будут убегать. И все-таки молодежь и население останется у нас в Гагаузии и в стране. Главное, чтобы наши люди были в достатке и чтобы знали, что они здесь голодными не останутся. Тогда будет все хорошо. Да, ведь сельское хозяйство – это хлеб, продукты, питание, которые необходимы нам каждый день. Я благодарю вас, уважаемые гости, а вам, уважаемые телезрители, напоминаю, что вы смотрели на канале ГРТ программу «Общественный интерес». Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»